Я вам расскажу представителям гражданстроительных кооперативов, председателям о составе бухгалтерской налоговой отчетности. Как ни странно, хоть вы не ведете никакую предпринимательскую свою деятельность, но от отчетности вы не освобождены. Те, кто все-таки остается на общей системе налогообложения, они ходят каждый кларкок к нам. И сейчас отчетность в июле предстоит, с 1 по 20 июля, вы будете сдавать единую декларацию, то, где там отражаете налог на прибыль и налог на добавленную стоимость. Это для тех, кто сдает поквартальную отчетность. Также по итогам года вы сдаете бухгалтерскую отчетность, сведения, численные списочности работников, и земельный налог. То есть мы как бы акцентируем вас, чтобы и вам удобно было, и нам. Переходите на упрощенную систему, это проще будет для вас. Вы будете всего лишь ходить раз в год, можно прийти с 1 по 20 января и сразу все представить нам. Там и сведения о численности работникам, что там срок до 20 января, и декларацию по земельному налогу, и бухгалтерскую отчетность. Что касается изменения стоимости, у вас опять поменялась ставка. У вас она была 0,21%, теперь стала 0,273%. Увеличилась ставка по земельному налогу. В соответствии с указанными правилами благоустройства, землепользователи, землевладельцы, собственники, арендаторы земельных участков, в том числе гаражно-строительные кооперативы, расположенные на территории города, обязаны обеспечить сдержание представленной территории в чистоте и порядке. В рамках контроля за соблюдением правил благоустройства было проведено 390 осмотров, из них 297 осмотров выявили нарушения, это 77% ответственности. Неисполнение предписаний, нарушение правил благоустройства предусматривает административную ответственность по статье 3.1.3.6 закона Вологодской области административных правонарушений. И в счет наложения административного штрафа на граждан от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 3 до 10, на юридических от 10 до 50. Таким образом, еще раз настоятельно рекомендую вам, чтобы не получать эти штрафы, не ходить в административную комиссию, пожалуйста, посмотрите, кому какие предписания приходили, и примите меры по их устранению, потому что в ближайшее время вот эти 209 предписаний на контроле нами будут проверяться.